От 40 минут до полутора часов именно столько в среднем автомобилисты тратят, чтобы попасть из Куйбышевского района в центр Самары. Ограничение движения на Южном мосту увеличило поток машин на мосту по улице Главной. Чтобы жители могли вовремя добираться на работу, пустили дополнительно 7 электричек. Устраивает ли это людей мэр Самара Олег Фурсов спросил главу Куйбышевского района Александра Моргуна. Мы вам зачем-то самостоятельно задавали. Вы хоть раз в электричке-то проехали с момента закрытия моста сами, как глава района? Потолкались там с людьми-то? Ну а что тянете? Ну а что тянете-то? И вы так бодро нам рапортуете, что там все спокойно, проблем нет, люди стоят полтора часа в пробке, довольны. Проедьте, вот вам поручение, завтра с утра проедьте на работу, ну вернее не на работу, вы живете в другом районе. Вот проедьте, так сказать, с Красного Крешка до центра города. Для пассажиров на платформе Красный Крежок установлены навесы, благоустроенная прилегающая территория. Несмотря на стахановские темпы работы на Южном мосту, его закрытие создает неудобства для жителей. Понимая ценность дорожной артерии, по словам подрядчиков, ремонт закончится в три раза быстрее. Демонтаж завершен уже на 80%. Сейчас пока все идут в графике, тот, который мы представляли во мной утверждение. По процентам отношений какой объем работы выполнен? По части демонтажа в полном объеме выполнено на, здесь половина, на 80%. То, что касается половинки, которую закрыли. Чтобы еще больше разгрузить движение, после окончания паводка планируется открыть речную переправу от причала на Сухой Самарке до речного вокзала. Автобусные и городские маршруты будут ходить в соответствии с графиком прибытия электричек и речных трамваев. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.